друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесникова ребят с вами будем обсуждать ролик тот самый ролик где колесников презентовал кошку да да то ли взяли кошку непонятно что у них там с этими животными происходит откуда они появляются семействе колесниковых но в общем да хотела этот ролик обзор вернее на этот ролик выложить вчера но что-то как-то вчера мне вообще ничего не хотелось сделать я решила забить на работу и так скажем немножко отдохнуть в общем по этой причине ролик переносится мой обзор на сегодняшний день ну что ребят я посмотрела вы мне предварительно до этого писали галя ужас шок вот что самое интересное вечером не успеваю я выложить ролик как через пять минут выкладывает колесо свой новый ролик вы мне уже начали с вечера писать с позавчерашнего дня о том что галя срочно смотри там помимо бедной собаки еще и появилась бедная кошка ребят я даже вот это слышать не могу я даже смотреть этот момент не могла мне он дался очень и очень тяжело ну что ролик друзья мои колесниковых под названием сбылась мечта вот мне так и хочется дополнить идиота вот действительно того самого идиота лёхи да воскресный день как говорит колесников все семейство в сборе сидят значит за столом тут же лёшка начинает нести какую-то фигню просто вот самую настоящую да дарить какие-то коробки там вот пустая коробка знаем кому достанется и бросает эту коробку насти все га 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 ги ги брать унижать так собственных детей это конечно ужасно и жену и собственных детей это просто какой-то ужас в общем виталинке подарили все необходимые причиндалы для шуши но для тех кто не понял шушу да за шушей кто только не присматривал теперь а главное по шуши у них виталина правильно больше некому здоровенная кобылица анжелка сидит никогда ни черта не делает сначала была она ответственная за шушу да потом там и никита была настя была и вот теперь дошла очередь до виталина ну мало виталине забот хлопот надо на нее еще и шушу повесить мне просто интересно да а почему светка не может быть ответственная за шушу вот согласитесь ну поменять там прибраться до привести в порядок клетку накормить животное неужели это так сложно ребят скажите мне пожалуйста особенно женщина сидящая дома далее друзья мои демонстрирует нам лёшка некую коробку и вы знаете когда коробка открывается вынесли эту коробку а там сидела испуганная кошка лёшка сказал что котенку всего два месяца не знаю мне показалось что она больше да что ей больше мне почему-то показалось что больше ну вот шотландская веслоухая но не чистокровная да а смесь получается немножко так слегка похоже ушками и всем на свете честно когда я увидела эту перепуганную кошку не буду ее называть котенку буду называть ее кошкой когда она вообще прям вжалась в эту коробку а эти придурки да вместо того чтобы ее как-то погладить вместо того чтобы как-то ее немножко вот сгладить вот этот момент страха до когда животное впервые попадает в дом тут сидят как оголтелые полудурки по-другому я про них не скажу орут гогочат господи ты боже мой колесо ты сказал о том что вы с собрания приехали вы чё как чокнутые вы чё там на собраниях делаете это какой-то ужас тут же это лада бегает да собака бегает а все бегают все все кричат все галдят кошка вжалась в эту коробку а они берут ее и прям трясут вылезай вылезай давай вылезай боже мой ребят вот знаете таким как колеса я уже миллионный раз говорю и скажу еще раз таким просто моральным уродом им никакую животину держать нельзя то что у них появились дети это уже их проблемы да это уже у них дети но животное то оно отличается от людей тем что животное не может нам сказать что ему плохо что он как-то себя неважно чувствует да вот этот момент просто какой-то кошмар знаете я сразу вспомнила я вот когда увидела вот эту кошку мне так стало ее жалко я сразу вспомнила у меня же я рассказывала вам что у меня умерла наша кошечка которой было 22 года я думала что нет 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 сердце не примет и мы не сможем взять кого-то но нам настолько было тяжело вот эта боль утрата да что через буквально там где-то месяц а муж значит выбрал купил кошку тоже породистую и ей год и я помню как мы поехали за этой кошкой забирать ее от предыдущих хозяев купили ее все и помню с каким ужасом она сидела в машине помню с каким ужасом она просто вот у нее были очумелые глаза когда она появилась у нас дома как тут же она нашла себе какую-то там лазейку забралась так чтобы ее никто не трогал вышла наверное только спустя полтора или два часа мы все говорили в по просто тихо тихо так чтобы не дай бог не напугать мы старались не делать каких-то лишних да движений какого-то шума создавать не дай бог и вот она потом вышла потихонечку стала к нам привыкать потихоньку тоже там пряталась боялась какой-то шум там где-то хлоп хлопнули дверью там еще что-то она прям забегала пряталась под кровать все но уже ей годик да и то есть она уже как бы она же понимает что ее забрали из одного дома и привезли в другой дом все сейчас освоилась носится как горела ребят и мне так стало жалко вот эту кошку колесниковых это какой-то кошмар она прям перепуганная они просто как идиоты тут же орут решают как ее назвать там господи ты боже мой тут же вот эту собаку специально ведь колесников идиот видит прекрасно что кошка перепуганная что он делает вместо того чтобы как-то взять ее и успокоить да хотя бы погладить ее сказать тихо говорите чего вы орете как чего галдите как ненормальный он берет специально и подводит собаку собаку да иди иди идите говорит да дети кричат идите знакомьтесь все хорошо вы представляете какой стресс у этого котенка это какой-то кошмар ребята я просто обалдела я если честно понятия не имею откуда они ее взяли может быть во вчерашнем ролике они и говорили но вчерашний ролик я не смотрела потому что я уже полдня поработала и потом уже ничего на ютубе не смотрела так вот мне это даже если честно не интересно мне просто очень жаль этих животных которые так или иначе по той или иной причине попадают в семейство колесниковых это какой-то кошмар вот дарина хотела кошку вот виталина ты тоже ведь хотела кошку слушай колесо ваши дети кого только не хотели мы помним ту печальную участь тех кошек да и кошку вот эту минку да и минки и вот этих ее котят которые непонятно куда там делись пропали задушили придушили непонятно что там половина сбежала потому что их тупо не кормили или кормили раз наверное в несколько дней пустыми макаронами это какой-то кошмар вам нельзя заводить животных дарина у вас кого только не хочет вот дарина как китайский болванчик да не скажешь она тут же кивает она совсем всегда соглашается вы взяли собаку куда вы взяли еще кошку это раз во вторых вас дарина сидит исчезалась уже опять вся ее возможно аллергия это может закончиться ужасными моментами я думаю протек квинке знают абсолютно все не дай бог конечно естественно такое ей пожелать конечно же нет но другой бы родитель уже бы просто дул на воду сбегал бы сделал бы все необходимые да анализы бы сдали проверили бы ребенка что с ней происходит почему она чешется чего что что за причина ее вот вот такого вот поведения нет вместо этого ребят им же писали говорили может быть у нее на шерсть собаки да на собаку аллергия вместо этого любящие родителей папаша так любит дарину да никого не любит да точно так же как и свет как кто-то пишет вот светка любит лишь да не любит она лишь светка эгоистка законченная не было бы лёши был бы кто-то другой и просто тупо нужен мужик все и штаны нужны вот такая света сама по себе и колесников никого не любит и дарина то это ему так только что вроде как похоже на него вот и все и потому что она самая младшая он точно так же до этого до появления дарины возился с виталиной с рук ее не спускал она сидела у него там на коленях постоянно папа 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 стоило только дарине появиться как все виталина ушла на задний план про нее не вспоминали юг набили ей тряпкой полотенцем в лицо кидали и сидели гоготали все вместе все это снималось на youtube ну так это экскурс для тех кто не в курсе ну и для хомяков колесниковых которые считают что родители просто прекрасны поэтому ребят сказать что родители адекватные нет здесь не скажешь что они адекватные по той простой причине потому что писали и говорили что вам надо проверить дарину да может быть действительно у нее такая аллергия на собаку ведь собака стала жить с ней под одной крышей и здесь как бы уже другой момент нет вместо этого они берут еще и кошку да так любят они своих детей еще интересный момент спасибо моим зрителям ребят огромное вам ребят спасибо за то что пишите те вот моменты да указывайте галя обрати внимание не забудь там на это обратить внимание и так далее светка сидела за столом когда как раз таки вот вся эта ситуация с коробками с подарками с кошкой ребят это нечто а куда делся живот у светки светка сидела так согнувшись как никогда не может сесть таким образом беременная женщина с таким животом который нам накануне буквально демонстрировала свет свет светка куда у тебя резко впал живот куда он делся ты его в очередной раз отстегнула мне просто интересно как она так и загнулась что вот так вот села да как так можно наклониться беременной женщине нет беременную который еще пока нет живота можно но беременную который живот на носу нельзя плюс ребят не было видно вообще никакого живота когда она там выгибалась всяко разное вообще его даже близко не было света ты родила ты родила кошку как написали мои зрители мне просто интересно если ты родила А, Светка, мы тебя поздравляем, живота не было, действительно, какая-то странная вообще ситуация с этим животом, то он есть, то его нет, да, вообще что-то непонятное происходит в этом семействе, ребят, непонятное просто ужасно. Что касается самих колес, что касается их детей, там все давным-давно ясно, понятно, а что касается животных, безумно жалко, что они попадают в эту ужасную семью, где им никто ничего нормального не даст, абсолютно. Вот он и спросил, ела что-нибудь собака, ему сказали, да, ела творог, я так понимаю, и теперь ее что, только вечером будут кормить, да, и что-нибудь, может быть, ей там дадут или не дадут, понятия не имею, но обратите внимание, когда у них что-то они там себе готовят, да, или там усаживаются там на праздники, есть что-то, собака без конца бегает, собака, видно, голодная, собака хочет есть, а ее, видимо, кормят всяким говном, ну, собственно, неудивительно. Мы прекрасно понимаем, что если детей кормят ужасно, то уж что говорить тогда про животных, а ведь животное-то не может пожаловаться, животное ничегошеньки сказать абсолютно не может. Ну, в общем, да, Лешка сказал, вот Дарина просила, Дарина просила кошку, я прекрасно понимаю, для чего Колесников все это дело делает, для контента, для того, чтобы вот опять щелкнуть по носу хейтеров. Лех, так не нам жить с этими животными, не нам, а твоей семьей, тебе придется их кормить, да, как ни крути хотя бы кормить, я прекрасно понимаю, что если, не дай бог, что-то произойдет, в ветлечебнице он деньги тратить, конечно же, не поедет, естественно, не поедет. Ну, у них же денег нет. Вот тогда у меня вопрос, нахрена вы берете вот этих бедных несчастных животных, да? Дарина опять уже не успела, там тут же схватила эту кошку, давай ее трясти, господи, какие-то неадекватные, ребят. Котенок этот мяукает, бедный, от страха, эти гогочут, какие-то просто бездушные люди. Вот просто бездушные, что дети, что родители, все абсолютно одинаковые. То есть у них, да, какие-то страдания вызывают исключительно, чужие страдания у них вызывают смех и гогот. Какой вели здесь может идти речь? Кто еще там пишет постоянно мне про эту веру, про веру Колесниковых? Какая вера? Очнитесь уже в конце концов. То, что вам говорят, что кто-то ходит на собрание, неизвестно куда, это еще не говорит о том, что он верующий человек. И тот, кто молится, это не означает, что он хороший человек. Как бы хорошесть определяется поступками. И отношением, опять же, да, к людям, к животным, к тем, кому нужна помощь. Вот что определяет человека. А не то, сколько он раз там поклоны бил. Но это, опять же, мое мнение. В общем, друзья мои, Лешка сказал, хотели, чтобы мы завели типа хозяйство животинку. Вот мы и завели. Ну да. На большее вы действительно не способны. Кто-то им там написал, вот лучше бы кур там завели и так далее. Ну, каких кур? Пока Светочка проснется к обеду вместе с Лешиком, там уже все куры передохнут от голода. Это все, в принципе, понятно. Кто-то, значит, мне там пишет по поводу того, что вы что думаете, что Светке муж ночнушку, ой, не ночнушку, а халат купит. Ну, во-первых, я об этом даже не думаю, это не мои проблемы. Это проблемы исключительно Светки и Колесникова. Пусть не покупает ей халат в роддом, как она сказала, мне нужен халат. Пусть не покупает, пусть Светка ходит там голая. Мне абсолютно плевать с высокой колокольни на них. Это их проблемы. Я еще, думаете, буду брать их проблемы себе в голову? Мне они сто лет не нужны. Мне на Лешку и на Светку сто процентов плевать. Детей еще можно пожалеть. Животных очень жалко в этой семье. Но этих двух дегенератов мне не жалко нисколько. Это их проблемы. Они заслужили те вторые половины, которые имеют. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Смотрим дальше, что там придумают еще. Кого еще притащат следующим в этот зоопарк. Хотя там и без животных уже был самый настоящий зоопарк. О чем, кстати, говорил даже сам Колесников. Дурдом. Моразм крепчал, деревья гнулись. Ребят, вот такой получился обзор. Всех целую, обнимаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал. Всем, кто ставит лайки. Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok